Кофе – напиток, соблазняющий своим удивительным ароматом, возбуждающий желания, бодрящий и жизнеутверждающий. К нему многие испытывают слабость. Писатели и поэты, путешественники и политики не только наслаждаются кофе, но и воспевают его. Одним из таких людей был Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня мы поговорим о высказываниях великого русского поэта о волшебном напитке, которые достойны внимания, тем более, что некоторые из них Александр Сергеевич написал, будучи в наших краях. Ну что ж, а теперь наша третья кофейная история, и она будет связана, опять же, с нашей Молдовой, с Бессарабией. Именно в Бессарабии Пушкин написал, как мусульман в своем раю с восточной гущей кофе пью. Хотел бы опять бы процитировать Пушкина. Это он написал в повести Кирджали. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашек. То есть опять это было практически 200 лет тому назад. Исследователи насчитывают более 200 сочинений, написанных и задуманных Пушкиным в Кишиневе. В их числе 4 южные поэмы и 16 первых стров романа «Евгений Онегин». Улочки старого города и сегодня сохранили удивительное ощущение присутствия здесь великого поэта. В этом месте присутствует особый дух и атмосфера. В 1896 году в Бессарабском вестнике был напечатан рассказ, взятый из книги «Живая старина». В нем было подробно описано, как местные бояре пили кофе. Для них это был самый настоящий ритуал. Ну а теперь я буду цитировать. Кукону Тенасаки сидел за утренним кофе. Он флегматично посасывал длинную тонкую черешневую трубочку. То мечтательно следя за прихотливыми клубами дыма. То поглядывая в окно на свое движимое и недвижимое добро. То пивая кофе и стоящие перед ним фарфоровые чашечки. Кукону Тенасаки любил этот утренний немножко на восточный манер кейф. Это был турецкий обычай, перенятый его отцами и дедами. И он исполнял его с добросовестью истового магометанина, совершающего свой намаз. Красная феска и ватный халат из турецкой табачного цвета шали, как бы дополняли обстановку этого кейфа. Это было напечатано в 1896 году в Бессарабском вестнике. Автор – бессарабский, молдавский писатель Павел Крушеван. Как видно, яркие моменты кишиневской жизни и впечатления бередили творческое воображение поэтов и писателей и заставляли их снова и снова обращаться к бессарабским темам и образам. И очень приятно, что наш город со своим неповторимым колоритом и особенностями служил для многих источником музы и вдохновения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова